всем привет всех с новым годом всем желаю всего самого 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 наилучшего хочу вам показать фрагмент своего проекта там присутствует стежка я решила вынести этот момент в отдельное видео поэтому приглашаю вас сделать стежку вместе со мной надеюсь вы в состоянии после праздников заниматься творчеством я уже приготовила свой сэндвич к стежке это будет два одинаковых полотна которые будут собираться в одно единое изделие синтепон очень качественная подкладочная ткань белого цвета на которой написано гуччи новый кусок не знаю фирменная подклада у меня оказалось еще думаю какой шелк качество хорошее это подкладочная гуччи и к ней настрачивается атлас с аппликацией вот поэтому атласу я буду делать стежку и уже потом буду делать дальнейшие манипуляции со своими изделиями но я решила стежку сделать ее вместе с вами поэтому приглашаю вас делаем стежечку так ну надеюсь хорошо видно что я делаю я сейчас буду просто делать самую обычную стежку как обводить эхом весь рисунок который я уже пришила просто буду вводить эхом слегка отступая и покажу вам как я это делаю конечно для того чтобы было более качественно желательно как можно медленнее все это делать медленнее и не спеша у меня здесь словари я тут учусь слегка булочки меня мешала ничего сложного просто хотела показать как я делаю стежку после того как сделала либо вышивку либо аппликацию у меня такие ножницы сегодня раритетные это мамины я их носила мастеру слегка поправить я им конечно не пользуюсь никогда они у меня под рукой оказались поэтому это ножницы которые от меня всегда прятали потому что это были мамины рабочие ножницы вот теперь я наконец-то доросла до того что я не буду отрезать ниточку отрывать отрезать я просто выйду из нее дальше и пойду делать уже рензеля по ходу вытаскиваю иголочки по ходу вытаскиваю иголочки по ходу вытаскивай по ходу вытаскиваю магния Ну вот видите уже вырисовывается какая красивая картинка. Я постараюсь конечно зашить полностью всю ткань. Здесь потом будет пришиваться еще Crazy Quilk, поэтому большой необходимости нет, но все таки чтобы качество было не закрыла рукой, простите. Один уголок есть. Теперь я перехожу на следующий свободный край и что я хотела еще обратить ваше внимание, если вы надеюсь очень хорошо видно. У меня здесь был испачканный кусочек тканей и другого кусочка у меня не было и я не знала насколько он отстирается, сходу у меня не получилось отстирать. Я решила что я пристежки все таки прострочу именно по этим местам, поэтому моя задача сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как и в первом случае я первый прокол делаю, достаю ниточку из шпульки и все начинаю спокойно проходить как будто бы пехом первый ряд вышивки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но только опыт, только постоянные тренировки ваши вас приведут к идеальному. Мне, конечно, далеко до идеала. Есть мастера, которые совершенно идеально делают стежку. Но если присмотреться, то даже у них при ближайшем рассмотрении могут быть какие-то поворотики, нитье. Но зато есть к чему стремиться. Ну, вот это все, что я хотела показать в таком коротком видео, как я делаю стежку. Надеюсь, мое видео было полезным. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях. Я буду стараться отвечать на все вопросы. Я всегда отвечаю на все вопросы. Присоединяйтесь в Инстаграме, присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Позывные мило боли такие же. Всех еще раз с праздниками. Всем желаю здоровья, вдохновения. И у нас есть в группе WhatsApp общалка, в которой мы общаемся на разные-разные темы. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!